Здравствуйте дорогие друзья, вы посетили канал Грея Билца. Сегодня в условиях жесткого и не совсем жесткого карантина нам так важно расслабиться. Ведь кое-кто из нас паникует и покупает гречку и прочую провизию, чтобы пережить зомби апокалипсис. Кое-кто не паникует, но все же закупается гречкой и прочей провизией, чтобы пережить зомби апокалипсис. Но и теми другим нужно хорошее настроение и веселье. И чтобы вас развеселить, я представляю сегодня топ самых страшных в мире эпидемий, которые вынесли наибольшее количество человеческих жизней. Поехали. Чума Юстиниана. С чумой человечества впервые столкнулась в 1527 году нашей эры в Византии, куда она попала из Египта или Эфиопии. Во всяком случае, именно к этому времени относится первый рассказывающий об этой болезни документ. По имени правящего в тот момент в стране императора Юстиниана I она получила название Чума Юстиниана. Возбудителем страшной болезни была чумная палочка, передающаяся человеку от блох и грызунов, на которых они обитают. По приблизительным подсчетам историков, чума Юстиниана унесла от 25 до 30 миллионов человек, что на тот момент составляло около 13% населения Земли. Бубонная чума или черная смерть. Самую катастрофическую в истории человечества пандемию вызвала бубонная чума, которую окрестили черной смертью. Она продлилась с 1346 по 1353 год, буквально выкосив половину населения Европы и других стран. На континенте вымерло от 30 до 60% жителей. Общие потери составили от 75 до 100 миллионов человек. Источником блох, ставших причиной заражения, были черные крысы на торговых судах, приплывших в Европу из Центральной Азии. Европейцы считали чуму небесной карой за грехи, поэтому виноватыми в эпидемии считали тех, кто исповедовал иную религию и устраивали гонения на евреев, цыган и иностранцев. Вместе с ними доставалось и больным проказой, которую малообразованные люди считали распространением чумы. Покинув Европу, чума не возвращалась на континент вплоть до 19 века, но даже появившись там снова, былой силы, к счастью, набрать уже не смогла. К этому времени была изобретена вакцина, препятствующая заболеванию. Выкусите все противники вакцинации. Укротить ее удалось советским ученым, которые во время вспышки чумы в Манчжурии в 1947 году впервые в мире применили стрептомицин, поставивший на ноги даже смертельно больных. Испанка. Гриб H1N1 распространился в 1918 году и затронул весь мир от Барселоны до Кейптауна и от Аляски до островов в Тихом океане. Им переболело около полумиллиарда человек, а забрал он по разным подсчетам от 50 до 75 миллионов человек. Своё название испанка он получил из-за того, что первая сильная вспышка гриппа произошла в Испании. Среди заразившихся был даже король этой страны, Альфонсо VIII. Высокая смертность H1N1 была обусловлена тем, что иммунитет, воюя с вирусом, начинал разрушать не только его клетки, но и здоровые ткани организма, и человек погибал. В некоторых странах вымирали целые деревни и небольшие города. Трупы закапывали в общих могилах, которые рыли экскаваторами. Летальность испанки составляла от 10 до 20 процентов от общего числа заболевших, что является очень большим показателем. Считается, что к человеку вирус попал от птиц и свиней, а началась пандемия в госпитале военного лагеря на территории Франции, после чего воздушно-капельным путем вирус начал передаваться от человека к человеку. Чем только не лечили испанку врачи того времени. Среди самых неожиданных методов были кровопускание, ингаляция эвкалиптового листа и прием касторового масла. В результате болезнь начала затихать сама, пока продлившись около полутора лет, постепенно не сошла на нет. Третья холерная пандемия. Холера – инфекционная болезнь, связанная с антисанитарией. Посещает человечество время от времени и до сих пор, но самой разрушительной считается третья. Самая опасная на сегодняшний день пандемия. Всего за всю историю человечества их было семь. От холеры в 1852-1860-х годах пострадали государства Европы, прежде всего Российская империя, где она достигла побережьи Черного и Азовского морей, откуда перекинулась на всю территорию современной Украины и Польши. Болезнь вызывает холерный вибрион. Главный ее симптом – диарея, приводящая к обезвоживанию. Если сразу же не начать лечение, заразившийся человек может умереть в течение суток. Только в Российской империи третья холерная пандемия унесла 1 миллион человек. Черная оспа. Натуральная или черная оспа – смертность которой составляет 40% от числа заболевших, известна людям давних времен. Первое упоминание о ней можно найти в документах 4 века нашей эры. Тогда страной, пострадавшей от этой болезни, стал, как ни странно, Китай. Эпидемия оспы значительно сократила население стран, в которых она свирепствовала. А те из заразившихся, кому удавалось выздороветь, на всю жизнь оставались инвалидами. Они частично или полностью теряли зрение, а их кожа была усыпана рубцами, появившимися на местах бывших язв. Ученые до сих пор спорят о том, как и где появился вирус оспы. По одной из версий, он передался человеку от верблюдов на Ближнем Востоке. В отличие от чумы, эпидемия оспы была парменантной. Ее вспышки все время фиксировались в разных местах земного шара. Только в 20 веке она унесла жизни 400 миллионов человек. Долгое время оспу пытались лечить при помощи заклинаний, молитв и оберегов. Но уже такие ученые, как Ар-Рази и Авиценна, говорили о вареоляции, прививке легкой человеческой оспы. В советское время вакцинация от этой болезни была обязательной для всех жителей страны. В наше время оспа считается мертвой инфекцией, образцы которой находятся в научных лабораториях двух стран мира – России и США. Ну и напоследок у нас осталось две пандемии, которые до сих пор уносят миллионы жизней, но мы к ним, увы, привыкли. ВИЧ-спид. Пандемия ВИЧ-спид, происхождение которой до сих пор точно неизвестно, на сегодняшний день занимает четвертое место в перечне смертельно опасных эпидемий. Она продолжается уже почти 40 лет и успела унести жизни 30 миллионов человек. Считается, что вирус появился на западном побережье Африки, где был передан человеку от обезьяны, а свое распространение по миру начал в 60-х годах 20 века с территории Гаити и США. Официальной датой начала эпидемии считается 5 июня 1981 года. В этот день Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал отчет о заболеваемости и смертности, где были названы осложнения от ВИЧ-спид, вызывающие летальный исход. Ну и первое место нашего топа эпидемии заслуженно получает малярия. Действующая эпидемия малярии, о которой большинство европейцев знают исключительно по книгам и фильмам, в тропиках ежегодно забирает около миллиона жизней. При этом заболевает ею от 300 до 500 миллионов человек. Причем это касается не только местных жителей, но и многочисленных туристов. Болезнь, название которой переводится как плохой воздух, вызывает укус самок малярийного комара. Человека, подхватившего болезнь, начинает лихорадить и знобить. При более детальном обследовании оказывается, что его селезенка и печень значительно увеличены в размерах. Родиной малярии считают Центральную и Западную Африку, а лечили ее долгое время полынью и хинином. Сегодня используются препараты, за изобретение которых ученые получили две премии. Ласкера или Ласкера и Нобелевскую. На этом у меня все. Надеюсь, мне удалось поднять вам настроение и немного скрасить ваш унылый досуг. Помним, что обычные средства гигиены, профилактика легочных заболеваний, спорт и прочие движухи, которые улучшают и укрепляют наш организм, не позволят гадкому коронавирусу поразить вас. Ну, по крайней мере, сделать это легко. Ну, а на этом я прощаюсь. До следующего топа, если, конечно же, я не сдохну от коронавируса. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok